доброе утро а утро у нас продолжается с продолжение как уже и говорил нашей генераторной был перерывчик пару дней один день мы ездили к тещи вчера были гости у нас кумовья наши а у нас сегодня гости снова или опять вот и опять у нас барбекю жареное мясо ребра вот классный мангал ну все налетели пока не остыло было не до работы как говорится сегодня продолжим то что вы видели все здесь уже есть все уже она давно высохла и сегодня мы здесь будем делать наверно сюда уже пол все держится очень круто сейчас вот сюда брусок приделаем вот и туда и доска будет идти по уровню вот эту сюда же дверь закрывается вот а туда прямо до стенки можно и вырезы же надо будет делать под вот это все чтобы не касалось пола ну и по-любому похожи звукоизоляцию будем сюда крепить поехали и 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 доску я уже подготовил вот такую пазы подделал вот туда там выхлопная поэтому там большой зазор сделал вот чтобы воздушный промежуток был и здесь вот так сейчас закреплю у меня небольшая проблема шуруповерт сломался ну можно поремонтировать уже смотрел поэтому буду закручивать дрелью вот так прикручиваю вот на вот такие саморезы через доску в металл как раз должно быть нормально как бы все отлично вот как здесь она и была подобную туда сделаем и можно будет уже резать доску именем вито тут занимается обработкой переработкой своего урожая помидора у нас выросло не меря но она уже всем по раздавала кому можно и занимается вот тут и делаешь это мне дали рецепт всем привет далее рецепт домашнего кетчупа я первую партию уже приготовила 16 политровых баночек просто томата для борща для заправок для рагу это хочу попробовать этот рецепт который мне дали здесь ведро помидор у меня около килограмма нет пол килограмма наверное яблок и около килограмма перца ну можно было красного у меня красного не оказалось зеленый пошел и лука где-то можно больше можно меньше где-то около килограмма все это все вместе режем и ставим на огонь она кипит он сейчас как раз в процессе потом когда это все проварится до мягкости полной мягкости я перебью на блендер погружной блендер или у кого нет на мясорубку говорят можно перемалывать потом добавлю чеснока на этом уже по вкусу кто острее любит чеснок и черный перец горошком и может кто-то любит гвоздику все это надо марлечку чтобы она там не плавала и когда это все блендером перебьется снова ставим на огонь эту всю смесь добавляем и варим потом соль по вкусу немного уксуса на такую порцию этой смеси наверное надо с полкилограмма сахара наступил и котик мне оказывает непосильную свою помощь здесь же ходить невозможно можно же наступить видите рецепт мною не опробован это первый раз так что буду пробовать если получится будет вкусный ну тогда скажем отлично или не получилось потому что я именно так не делала никогда обычно я перебивала на мясорубку все проваривала и закатывала в банки ну да банки само собой надо стерилизовать да и закрыть как обычно на зиму пригодится прекрасное дополнение ой да шо ж такое ну у меня заду глаз нету но тут же нельзя ступить и несмотря под ноги вот так ну давай а расскажи про вот это что это у тебя пастила она уже готова вот только порезать на кусочки уложить на хранение это тоже экспериментальный этот год если будет получаться буду делать это это не новая пересмотрела кучу на ю тубе рецептов и мне пришелся по вкусу именно этот яблоко проварила пробила опять же блендером до густоты немного сахара я капельку можно и без сахара немножко добавила они очень смотришь какие яблоки и на солнце на террасе у нас очень там температура потому что говорят в духовке надо при 70 градусов с открытой духовкой это пересчитала что у нас на террасе около 60 градусов на шаре так что она прекрасно выгодилась получилась мягенькая хорошая эластичная как жевательные жевательные конфетки вот видишь ну порежешь потом когда мы покупали магазине маленькие там конфетки натур продукт это у нас второй день вот такая у нас масса получилась после того как когда я взбила все по бружным блендером я проварила вначале до полного размягчения всех овощей которые были здесь лук яблоко перец и когда остыла я хорошенечко все проблендерила после того когда я все взбила блендером я еще проварила вчера но где-то полчаса на среднем огне и оставила остывать сегодня я подготовила банки и довариваю еще минут 20 я уже варю она уже почти готова еще такая заметочка там я говорила что приблизительно 400 даже пол килограмма сахара сюда надо но я по своему вкусу попробовала это много я добавила где-то 250 300 грамм сахара соль по вкусу я вам точно не скажу это надо пробовать и еще немножко добавила грамм 100 даже меньше грамм 70 миллиграмм или как там уксуса принципе кто не любит уксус и считает что он здесь не нужен можно при и не добавлять но в заправку когда я заматывала марлю там лавровый лист чеснок чеснок я еще добавила кориандр молотый и немного мускатного ореха тоже молотого так как у меня свежего перца острого красного не было у меня был молотый красный перец он как раз сюда подошел сюда я положила где-то пол чайной ложки немножко больше кто любит поострее ну на свой вкус может добавить больше ну а если есть свежий перец естественно стручок хороший средний стручок как раз пойдет так что вот она уже доходит где-то 20 минут уже прошло сначала я немножко больше огонь сделала а сейчас уменьшила и эту массу все надо обязательно постоянно промешивать помешивать потому что может прилипать и поджариться ваша тара в чем вы варите у кого-то большая хорошая кастрюля с толстым дном то не так опасно у меня такой кастрюли нет я варю в миске и мне приходится вот постоянно подмешивать в принципе весь весь рецепт готов коля уже снял пробу сказал все замечательно просто супер хотел немножко сказать по поводу сахара у нас очень сладкие хорошие помидоры не кислые потому и сахара отлично да 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 потому и сахара поменьше есть просто кислые тогда возможно столько сколько ты говорила но это я на те помидоры которые у нас есть хотя они розовые прекрасный замечательный получился кетчуп я думала с розовых не будет ничего замечательно получается и вкус превосходный можно еще добавить для пикантности буквально штучек 5-6 гвоздичек и все будет вот так так что всем приятного аппетита дальнейшем кто заинтересовался быть возможно вас какие-то еще рецепты есть присылайте я буду читать у меня еще помидоры в запасе остались с удовольствием применю возможно кто сейчас меня смотрит на наш влог у кого-то кто более хозяин и чем я и собирает рецепты домашним занимается консервируем есть хороший рецепт проверенный рецепт вкусного речи вот это я возьму себе на заметочку все всем пока удачи но вроде все неплохо и вот так продолжаем крепить мне сейчас надо нарезать вот таких посчитать сколько чтобы я не бегал по одной досточки нарезал я вот необходимое количество досок по размеру и сейчас начинаю крепить вот ну ну тут все нормально вот под стойки надо будет делать вырезать да принципе и все вот на планочки там же закрепил видите и все как бы отлично и потом будем тянуть генератор да все я уже сюда их принес порезал крепить а антисептиком покрыть все несу назад сейчас буду покрывать пускай чуть подсохнут а потом такой буду ставить вверх то я буду красить а низ не буду тут естественно мы поставим какие-то решетки вот с под низу что туда никакая живность не забегала разный мусор туда листья не залетали и так далее вот так да сейчас несу назад спешу чего-то раз покрывать будем ну как бы нормально все покрыто противогрибковым и против плесени средством дереву септиком и она высохла благо погода у нас жаркая до 30 градусов хорошая и сейчас мы будем стелить эти доски вот значит вот так как я показывал что я подумал я думал решетку ставить здесь но генератор у меня чуть сдвинуть сюда и забор воздуха в него для охлаждения и выброс ну выброс пойдет то вверх забор воздуха где-то вот здесь посредине поэтому ну с одной стороны генератор его он тоже надо для охлаждения там вентилятор стоит и сам двигатель который сильно греется поэтому я сделаю забор воздуха вот здесь поставлю еще вот тут одну досточку а вот тут сделаю забор воздуха снизу свежего холодного вот сюда крепить я буду насквозь у меня не скрытый монтаж так как генератор на эту же не в доме если нужна красота то крепят вот вот в торец а так под углом и потом следующая доска заходит в паз и шурупа либо гвоздя ну гвоздями сейчас уже никто не пользуется в основном шурупами и его не видно тогда чистый сплошной пол но мне этого не надо крепить я буду не посредине я буду крепить с краю ну крайняя досточка будет здесь и здесь следующая здесь вы заходит в паз и вот этот шуруп держит и это досточка будет на краю уже закреплено и так по очереди то есть как бы каждая досточка будет закреплена с двух сторон но тем более одним шурупом но это не для экономии само собой можно вот так крепить ну тут будет шуруп и рядышком еще один шуруп поэтому вот так поехали а для этой досточки я уже вырезал пазы как и видите и она вот сюда должна нормально встать и чтобы не касалась наших стоек вот не здесь не здесь и вот так мы тоже отодвигаем там по по сантиметру будет зазор с двух сторон вот все и следующая пойдет уже сплошная ком а здесь будет решетка для забора свежего воздуха ну все вроде бы красиво везде нигде не касается и и вибрация не будет передаваться ну вот и все пол готов как вы видите осталось сюда только решетку прикрутить воздушную и отлично мне хочется генератор поставить значит здесь все красиво пол не касается этих стоек нигде они стоят отдельно так само и выхлопная с большим зазором вот все ну и выхлопная будет через мягкую афрированную трубу выходить вот так все она не касается нигде будем наверно тянуть генератор сейчас надо подумать как его сюда затянуть тут плитка у меня мешает остатки сейчас ее переложу куда-то вот это тоже в сторонку и так как-то сюда затянул но я же сам помощником нету не у первой вот так прочистил я немножко путь вот вот так пойдет сдвинул бетонную мешалку тут видите через вот это я высоко слишком не пересажу пересажу ну зачем мучиться убрал вот это все и вот как бы нормально вот затяну плитку я отсюда тоже убрал здесь под уклоном но как-то потянем все вот на месте то есть как бы должно все пройти нормально сейчас буду тянуть и и Продолжение следует... Красота... Стал, как он здесь и был... Видите, ограничители по колесам... Вот у него ножки... Ни туда ни туда она не съедет... И она на резиновой подушке... Вот как здесь... Видите... Резиновая подушка... И ножка зафиксирована ни туда ни туда... И... Так же она тоже не съедет... Видите... Вот и все... А колеса... Чтобы все на ней ездили... А так они же не поедут... Ножки же не дадут... Поехать... Все... Вот он... На фундаменте... Как говорится... На постаменте то есть... Ну я думаю... Отлично... Осталось мне... Вот... Выхлодную трубу... Видите... Вот она... Вот ее диаметр... Видите какой... Маленький... Пол дюйма... Вот туда мне... Соединить... Вот так... И можно будет запускать... Запустим еще сегодня... И послушаю... Какой будет звук... Ну что... Не хотел я примерять генератора... Потом вытягивать... Но... Так и все-таки получилось... Примерка произошла... И мне пришлось его немножко вытянуть... Потому что... Вот... Тут... На глушителе... Вот такой патрубок... Переходник... Видите... Между вот этими... Которые как раз сюда... На обжимках становятся... Вот... И я на асбестовый шнур... Его туда надел хорошо... И... Внутри... Приварил... К глушителю... Теперь он нормально держится... И... Здесь вкручиваются... Вот такие уже... Так само как вот туда я приварил... Точно такой же патрубок... И вот тоже на асбестовый шнур... Уже... Вкрутил... И теперь вот такое колено... Небольшое... Оно еще растянется... Его можно растянуть... В два раза... И мне хватит... Вот... Здесь... И туда... И вот у меня... Снержавейки... Вот такие... Зажимы... Сейчас я обожму... Вот... На эту сторону я обжал... Все отлично держится... Ну как бы и все... Вот... Выхлоп... Отлично... Подсоединен... Вот такой кусочек... Мне... Гибкой трубы... Нужен был... И... Что... Можно в холостом режиме... Попытаться... Запустить... Попробуем... И послушаем... Давай... Так... Вытягиваем нашу... Заслонку... Вот так... Выключаем... Зажигание... Поехали... Ну... Как бы все нормально... Вот... Выход туда идет... Сейчас мы... Закроем... И послушаем... Как там... Ну... Тут... Понятно... Шум... Уменьшился... Ну... Насколько... Оценивать... Чисто... Субъективно... Ну... Раза... Два... Наверное... Уменьшился... Но... Звукоизоляция здесь... Нужна... Однозначно... Потому что... Вот это все... Резонирует... От... Воздуха... Вибрация уже физическая... Не передается сюда... Но... Звуковые волны... Вот это ж... Как мембрана... Работает... И... Все передается на сарай... Поэтому... Звукоизоляцию будем здесь делать... Станет еще меньше... Пол мы потом... Покрасим чем-то... Какой-то серой краской... Решетку... Так как я сказал... И в принципе... Дальше... Провода сюда... И все... Прежде чем... Ставить... Здесь автоматику... Распределительный щиток... Надо сделать... Звукоизоляцию... Ну... Дальше... Он... Здесь у нас будет жить... Если надо... Будем запускать... А я... Дальше... Буду приступать... Уже... Копать... Траншею... Но это уже будет не сегодня... На сегодня... Все... Так что... Смотрите... Канал Трепанация... Подписывайтесь... Ставьте лайки... Пишите комментарии... Не забывайте про валу... Пока... Пока...